земля цвета Ольга Исакова ответила Юрию вот если в каталогах было написано что кочка сортов извините что я повторяюсь было предложение у меня сегодня праздник друзья я почему кое-что пролистнул ради вот этого у меня праздник когда-то Юрий не выдержал и на их канале где они царствуют вот эти дамы они фамилии не скрывали так что Ольга извините значит так получилось мало того я еще шарлатан и обманщик видите вот смотрите поэтому больше извините что я фамилию называю но страна должна знать своих героев вот смотрите он вас обвинил что вы это самое количество деревьев получили ответ оказывается знакомы с моим каталогом иначе откуда это и вот это вот имело продолжение пусть мне это читали вот если бы каталог был написано что костика сортов это всех касается против выше я знаете специально там прям было было костика сортов а вы пишите что это было бы честно а вы продаете костика свободного перекрестного пыления как сорта а это обман шарлатанство вы понимаете сейчас я начну все а дальше прочту не передаются сортовое качество при генеративном раздражении помните там выше была первая генерация передаются на то был и Мичури а вы же Мичурина тоже в эти самые мошенники записали помните в другом месте вот хотя бы его пальцы не стоите как-то говорится забыл эту фразу мизинцы вы не стоите из этих костиках вы пишите не сорта вырастут а дички из эрдели а люди вам верят прокладывают по 1000 рублей да минимальный заказ 1000 рублей вот действительно зачем пошел на рынок выплюнул эти косточки абрикосовая персиковая и все и садите и тогда получится нормально там то по крайней мере сады не такие как здесь вы знаешь что такое промышленный сад? там дикарей нет промышленного сада дикарей нет они есть уже в угол так вот сейчас мы я зацепился за эти слова вот я вас за язык не тянул просто это уровень вашей грамотности точнее безграмотности вы хоть знаете что значит если опыление не перекрестное не свободное так который включает в себя ну как представьте себе какую-нибудь суку здоровенную красивейшую собаку покроет если дотянется какой-нибудь этот самый как называется дворняга да вот ну это называется испортить сорт у вас это в промышленных садах и даже как вы их называете в научных садах этого не происходит цена этому знаете что? деградация вы знаете как болеют собаки чистопородные а? кинологи бьют тревогу этой статьи собаки а естественно речь только о породистых дворнях никто дома не держит вот породистые собаки болеют стали болеть человеческими болезнями они лысеют поняли да? это тоже не от хорошей жизни это жить в городе в городе под шапкой я в норильске потерял волосы под шапкой всегда потно всегда преет вот все такое вот и вот у вас мой праздник наступил внимание там дарам 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 итак у меня есть книга вот она я не скрываю эта книга принесла огромный вред я еще к этому буду возвращаться не буду я скажу потом наше время истекает вот но в ней так не бывает что все плохо или все хорошо но в ней есть волшебная фраза то есть получается как если вы считаете что вас так образовали да образовали вот это вот вас так вам башку в голову вам били почему вы девчата семерезвики какие бы ни были кандидатами наук да вот вы не можете перепрыгнуть через этот порог а ваш брат вот он ученый Вильяминов Вильяминов вместо трех смотрите тот она даже не знала ну короче эта книга составлена из компиляции из этого самого детских десятков книг ну так принято читаем кстати как я умудрился написать книги ни на кого не ссылаюсь вообще ни на кого просто удивительно здесь знаете сколько вот сейчас так книги пишут внимание ваш коллега Вильяминов обеспечила получение устойчивого потребства а теперь скажите я уже не выдержу на хрена вы меня оскорбили а вот это вот на хрена я спрашиваю человек захотел продлить продлить на север эти самые сорта еще раз применив посев семян от свободного опыления ну а ведь там же миллион сто тысяч подписчиков в этой самой это что ваше личное мнение вы написали бы мне письмо ваше константинович мы с вами не согласны ваши косточки свободного опыления будут как там было написано дички жердели ну то что я эти дички не жердели я уже вам доказал то есть я доказал людям нормальным а у вас там знаете вы как эти самые удавка вот так вот все должны слушаться попал туда железо возмутился что вы это учите убивать вот возмутился вот результат получился и теперь как вы выглядите а что велиминов там сколько угодно южный на южном южный на южном вот как бы они там не опыляли друг друга что я тебе сказал не перетахались только свободно опыляли ветром надуло еще я вам это письмо не показал там как раз у него получилось я пропустил вот вот ни хрена вишен нет 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 взял от соседа перебралась к нему сама вишня ну знаете что такое перебралась но и получает десятки видов этих же вишен которые считаются похоронили только в другом месте это эх вы ученые как это самое этой как я умудрился ночью сплюсь неспокойно вторую ночь спокойно ну почему я взял уже год назад как я распинал вот это вот тут страшные советы смертельные советы да вот и вдруг я взял вот так вот руки сами взяли открыли ёпки-палки ну и как вы теперь выглядите ну уже ладно не удержусь вот просто не удержусь уже просто сил нету как так можно что же это за наука это такая что же за наука а мне же еще прожить надо несколько лет сделал из меня мошенника ну тогда я велиамина мошенник вон ты нашел выход у меня такой козырь теперь в руках есть начинаю все сначала агротехника моя 50 это 20 58 килограмм с дерева это от моих сеется моих так смотрите сюда вот видите в тени росли вот такие вот самосевы однолетние вот такие вот под моим диким мажорским подчеркиваю самый первый патриарх вон он он уже тоже оккультурился за счет свободного пыления то что называется терегония только другое дело что он не научная почему-то тоже наука ни хрена не занимается вот такие вот результат с одного дерева с одного посмотрите разброс качеств какой их и все они крупнее и вкуснее моих он же как сказал Ваулин правда в телефонном разговоре все ваши он не сказал слово сладкие он сказал все ваши абрикосы дали вкусные плоды вы поверить можете ну с одного дерева подчеркиваю с одного дерева ну это не то что потом следующего поколения генерации вот посмотрите ну этот на бай смахивает этот на амур смахивает это на серафим смахивает с одного дерева я придумал это директор института это его научная статья ну ну косточки с одного дерева ну и все они вкуснее моих полюбуйте как это могло случиться а а теперь представим себе пчелка летит то на королевский села то на амур села то на серафим села то на манитобу села то на бай села это опылило то это опылило то это опылило то ну а как вы можете ему запретить свободно опыляться ведь вам надо то чтобы свободно это можно было сделать специально а зачем посадил вокруг манчжурца пять культурных деревьев получил сенсацию вначале я а теперь еще и бывает ваулин ну как сделать чтобы они хотя бы посмотрели хотя бы пыл умерили вот эти девчата если бы могли по-человечески по научным разговаривать Валерий Константинович там вы не правы можно было так сейчас попробую вернуться обратно время-то истекает а как мне по-другому говорить это гигантская информация которая не имеет равных на всей планете там уже успешно вот он велепин Как сделать, чтобы это? Я бы попросил вас всех Найти этих девчат легко Они там на этом самом Так и сидят на этом На Тумановском этом Как он там звучит Может быть, Юра, адрес Куда ты заходишь на Тумановский Чтобы каждый сказал Вы, девчата, не правы Железов не мошенник Если Женя за мошенник Значит, верим, не на мошенник Все это придумал, набрал И другой ученый Тоже не мошенник Или наоборот, мошенник Чтобы у них там В этих самых, где они там Люди, переписка идет И умерить их, чтобы прекратили Выдумать эти штамбы искусственные И калечить деревья Вот, смотрите Будем заканчивать разговор Я специально Я этот снимок делал недавно Так, шесть дней назад Но я сегодня еще показывал Это дерево или не сам Почему? Мне нужно было Нет, там, где белая краска Я зеленый замазываю рано А он белый Вот Сергей взял и Отрезал несколько веток Цель, чтобы эти ветки На следующий год использовать На прививку Так Вот то, что вверх Здесь есть дерево Смотрите Я поднял вверх камеру И сфотографировал Смотрите Вот так вот верхняя часть Так, видите А вот так Почему? Там и не добрался То есть Сергей не добрался До тех веток Высоты не хватило А вот эти он Искалечил И все Впервые в моей практике За 37 лет Я стоял И специально подвел Елена Александровна И говорю Елена Александровна Смотри Ну как? Когда ты Будешь Помните Я выше написал Когда же Станете академиком Когда вы С трибуны Уже такой голос Чтобы уже Не заткнули Знаете Почему Вот это Маханали Вот это Нами командует Это самое Невежество Когда Это Как это называется Развенчивали Лусенковщину За одним Мичуринщину Тогда Было Вволено Триста Ученых Принепрессовых Ученых Академиков Профессоров Докторов Наук Кандидатов Которые Работали Как раз То чем сейчас То лутенков Чуть-чуть То железов Чуть-чуть То Вводно Чуть Рассказать Эти самые Попытки восстановить И Вот Вот что бывает Когда обрезку делают Вот что Ну куда ярче Это пример Нужен Это Это в моем саду Это как специальное Вот я все хвастался Режу Режу А они Такие же И на них Сроду Никогда не было Этих самых Пятен Не было Этих Ни паршин Ни 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 Сотни Фотографии Специальных Подряд Фотографировали Хожу А вот смотрите Хватило Чтобы Это Для Жрет Только Ослабленные Деревья Вот я Ослабил Сергей Ослабил Вот результат А верхушка Вот